...своё участие и продолжит сражение за финальный день. Ну и, друзья, вот он, матч за выход из группы. Победитель Фроузен, победитель Павел. И поехали! Я тут по запросу зрителей нарисовала моё воплощение идеального модератора, но об этом я вам расскажу и покажу чуть попозже. Ну а здесь у нас битва Паладина против Шамана. Все же думают, что мы красиво нарисуем. Всё, у нас, друзья, не каждый рисунок выдаётся хорошо показать. Но модераторы действительно молодцы, проделывают большой труд. Всех банят, всех милуют. Ещё и гифки успевают запиливать. Именно они творцы нашего счастья. Нашего кастерского счастья, я бы даже так сказал. Мы смотрим за противостоянием. От Павла это Шаман на Эволюции. Вот Фроузен это такая более привычная дефолтная редакция Паладина, которая играет хорошо. И Павел тут даже от греха забанил его мага. Но как никто не знает, что там Фроузен опять напридумывал. Никто особо не играл на подобном архетипе, на подобной колоде. И Фроузен удивляет в очередной раз. И это колодь, на которой я уже вот просто жду не дождусь, когда смогу покатать. Потому как колодь действительно внушает уважение. Здесь у нас ранняя доминация уходит Фроузену. И это замечательно. Против Агро. Вот такого вот Шамана ни в коем случае нельзя отдавать в стол. И с этим отлично справляется Фроузен с на Пологнию, Смурчадин и Муркивзитор 2.3 на столе. И на четвертой Кристалл Молны для Павла есть Нефритовая Молния. Как возможность забрать одно из существ. И какой же существ мы будем низвергать-то с этого стола, Павел? Ну вот пока на самом деле по руке Павла два нечто из глубин выглядят тяжеловато. Под эволюцию нет хороших целей. Нет доппельгангстеров. Да, ну тут Нефритовую Молнию придется отдавать. С другой стороны ты можешь поражать способность героя прямо сейчас и вывести Корсара. А также Глазастик, который вылетает с колоды. Убивай божественный щит. Ну, к сожалению, такой ход приходится делать. Также Пламенный Лем. Ну это выглядит для Павла пассивно, поэтому даже Чемпион! Действительно Чемпион мира! Как дела, говорит? Павел, прошу любить и жаловать. Неплохой четвертый дроп. Как тебе вообще на секундочку Ворген 3.1, до которого ручки Фрозена не могут дотянуться? Мне больше интересует парень 7.7, который превратился в 8.7. Это вот тот самый баскетболист, кстати, ребят. Ты еще просто Павел в здании. Забивать. Как же красиво. Боже мой. И Фрозен такой, ну как ты говоришь, оцениваешь свои шансы на игру против Павла, и Фрозен такой, после 5 секунд, ну, попробуй. Просто все гибают. Ну, на самом деле, друзья, шутки шутками, но вот киберспортивная скиллуха Павла уже становится нормой. Все уже знают, что против него крайне тяжело. Мало того, что он скилловый, так еще и везение всегда на его стороне. Это что-то с чем-то. И неужели сейчас Фрозену, чтобы забрать пламенного безликого, придется отдавать два существа? Просто в никуда два существа улетело. что происходит Фрозену какой-нибудь. Неплохо сыграно. Павел просто топ. Еще и нефритовые когти, они позволяют тебе не отдавать нефритовую молнию прямо сейчас и не тратить на это весь ход. Друзья, это просто уничтожение. Нефритовые когти, забираемся на Пало Огниуса, играем тотем языка пламени, и весь стол уходит с молотка. Или даже тотем языка пламени. А давайте сыграем через дефол тотем. Нет? Не-не, полный размен стола перед пятым и шестым ходом оппонента это самое важное. И вот тут вот Павел изначально серьезно отставая получает пламенного безликого, куда Фрозен сливает все свое раннее. И Фрозен такой, давай-ка избавлюсь-ка я поскорее от этого парня, а то мало ли там еще жажда как-нибудь к крови подъедет. Не знаю, друзья, как он это делает, но получается красиво. Но как-то делает, и это пугает больше всего. Я бы не хотела встретиться с Павлом на просторах ладера. Очень-очень бодро это все выглядит. Ну и нечто из глубин добавляется здесь на стол. Павел уже чувствует себя королем возвращает на место головной бурс. Да. и раскопочка-то тоже, мягко говоря, так себе. Защитник трущоб, но он бесполезен при таком хорошем отрыве Павла. Тотем каменного когтя, тотем прилива маны. Полную зачистку здесь однозначно сделает Павел. Это самое главное, от чего стоит отыгрывать. От грибнистых скакунов. Бам. Ой, еще опять пламенный лем получает, картишки мутятся, корсар. Павел победу добывает селень методами. Освещение, друзья, вообще не дает ничего сейчас толком для фроза, но возможность еще поиграть, вот так вот я скажу. потому как ну это все полумеры на данный момент. Восьмых дропов нет, грибнистых скакунов это здорово, но инволюция должна еще подъехать по закону жанра для Павла. Портал, щупальца Энзота впервые так жестко не подвозит. Да, и без щупальца разберется. Даже молния не глядя просто сейчас Павел это все решит. Корсары может быть даже эволюцию думаешь? Ну чтобы тотем прилива маны раненый усилить, чтобы щупальца Энзота убрать. Как же просто он так быстро сдается в партиях. Ну да, друзья, я думаю, что комментарии какие-то излишние по результатам партии. Павла нет приема. Лучше don't mess with Павел my friend. Не злите его. Он беспощаден. Следующая партия. Павел продолжает отыгрывать на шамане. Фроузен выбирает у нас разбойницу. И сделаем ваши ставки, господа, как быстро Павел развалит Валиру. Любо дорого смотреть, друзья, за всем этим. Ну комбинация тоже. А наши зрители-то одобряют? по-моему они наслаждаются в полной мере происходящее. Ну в общем Павел носит гордое название шерифа. Англоязычные кстати зрители не очень одобряют такие действия от Павла. Не нравится им вообще, но Павел такой ну да конечно очень важная инфа и продолжает выигрывать. Павел знает друзья, что делать нужно в этой игре. Ну что, здесь у нас раннюю игру перехватывает Фроузен за счет пирата Пройдохи Глазастика. Добавляем еще одного пирата Пройдохи. Теперь у нас есть я вижу Элема, маленького Элема, который сейчас зайдет в руку. Маленький Элем, да. Который залетает уже большим Элемом. И минус татем Палео Мурлоков. Элемчик, а как тебе комбинация маленький Элем и Духи Порядков? Рормально? Неудачу Фроузену не спугни. Уже вижу инволюцию просто, да, Антон, который сыграет эту комбинацию? И стоит отдать должное, раскопка для Павла получается очень слабая, это всего лишь Стигодон. Да, но это четвертый ход какой-никакой, дабы отлиться от этой мелочевки. Авантюрист, удар, размен. Да, нефритовая молния, которая была отдана на авантюриста, не уйдет на гоблина аукциониста, того же пламенного земляного элементаля, конечно. Такой вот слабый получается четвертый ход для Павла. Ну и тут Элем. Здравствуйте, как пожелаете. первая инволюция должна уходить прямо сейчас. Дупль гангстер и эволюция от Павла. Та комбинация, которую на мулигане оставил. И что же это будет? О, ну, канавный скрытень только смущает немного. Да, а вот остальных два существа выглядят очень круто. 6-7 одна из лучших, наверное, шестерок вообще в принципе. Ну и халявного беса получить почему бы и нет. И да, боже, как Фроуза сейчас будет страдать. Да нет, но сильно страдать-то он не будет. Все-таки это какой-никакой четвертый дроп, вот тебе инволюция, говорит. Но это все-таки халявная карта, которая пришла из ниоткуда и Фроуза чуть-чуть так смутился. Жрец Обжора, хорошие трейды. Отличные трейды, при этом Павел опять добавляет что-то на стол и радуется жизни. Кстати, недавно, буквально пару минут назад Ксикса запостил мнение о своей партии против Фроузена. ГГ I love Hearthstone. ГГ I love Hearthstone это просто топ мнение после того, как R2 запостил этот скрин и разорвал свою пятую точку во все услышание, все увидение с того, как просил Великобритания, ну пожалуйста, хотя бы партию выиграйте, чтобы мы прошли на ХГ Америка, ну ребята, ну пожалуйста и никто такие, да, да, мы обязательно тебе поможем R2 и Румыния в результате сливаем 06 Перу и R2 posted screen GG I love Hearthstone и сейчас пишут так абсолютно все друзья у кого что-то не задается. Ну, в этом есть смысл, погибает у нас Огр Ну а Павел не останавливается, продолжает насыщает стол, тотем приливоманы, еще один тотем приливоманы, нечто из глубины, уроги, здесь просто нереальная проблема, как-то чистить абсолютно ну и при этом шаман еще и добирает картишки Ну смотри-ка, есть два веера и есть идеальная зачистка для Фрозена то есть тут хотя бы ему подвезло пока фармаль-то живет причем А смотри действительно по Таумусам и расыграли мега круто Ну, единственный момент, что в очередной раз это будет жесткий проспам по столу то есть у тебя огромное количество существ, которые под жаждой крови уничтожат Валиру какие бы у тебя сильные юниты не были Ну и причем самое интересное что сейчас ты можешь даже открываться с кучей мелочевки Почему? Да потому что вееров больше нет и Буканьир 1-1 и Бес 0-1 все они в безопасности И внезапно 7 юнитов в столе как как с куста для Пробоза 10 единиц здоровья Мелкий Буканьир как тебе вообще пришедший неплохо 3-1 с портала Мне кажется это топчик А как выигрывать-то? Есть инфа? Ну, сейчас поищем инфу Гоблин Аукционист Подготовочка Потрошение Это иллюзия Иллюзия Это очень круто Улетает Нужна Ауе Нужно О, еще один Но дело в том, что ты уже не сыграешь веер Так, стоп Тогда тогда один веер отдавался Там мимикрия приходила Мимикрия Мы видели Веер оставался Все Сломалась Несите новую В хайп немного уходим мы, друзья Ну, понятное дело Уволены хочется же понагнетать Понимаешь Уволить Нет вариантов Как? Что ему делать? Ну, на самом деле на дистанции ничего не поменялось 2-0 Сможет ли Павел оформить просто чистую чистую игру 3-0? Просто дело в том, что один шаман контрит все три деки Фроузена Да, если у Павла отличный заход то банально Фроузен не может даже откидаться Единственное, где мог выиграть Фроузен вот так вот если по чесноку это паладин против шамана Во всех остальных партиях с таким жестким заходом Смотри, злозастик кстати в руке Ха-ха не подвезло Павлу Но с другой стороны это как бы Джейд Друид у которого большие проблемы против такой редакции Но здесь смотри Джейд Друид это конечно плохо но здесь в руках есть гнев есть два размаха Это практически все ремовалы Фроузена которые есть у него в колоде и он их нашел и собрал Причем сейчас мы будем играть Нефритовый дух Нефритовый дух скорее всего улетит в молния Ну и там дальше по кривой Очень быстро ребята здесь катают На скилухе то надо размениваться потому как один размах и дека улетит в другую Ну и для Павла появляется план Б это Доппельгангстер и эволюция Я никогда друзья не видел на ближайших двух турнирах Дримхаках и Сидстори чтобы тебе так просто завозил Бен Броуд дуппельгангстера и эволюцию Никому больше так не подвозят дуппельгангстера и эволюцию как Павлу в рамках этого БО5 Я просто уже хочу услышать интервью Кстати нам надо с тобой еще определиться кто у нас Венера играет дальше в камни-ножницы-бумага потому как тут сейчас все закончится Ну у нас там тогда должен играть ты против Лебедя в Узерах и я против Творыня Давай сначала тогда Венера Ты будешь Руинишь Михаилу Катку Ты будешь звонить Михаилу чтобы он пришел Не вопрос Звоню Все На телефоне Олеся Все Окей Эволюция Финдром Тут размах по-любому Ты должен убирать этот тотем Смотрим за реакцией Фроузена друзья Просто Let me speak from my heart Стоп дека Дуппельгангстер Эволюция Еще и Пирос О мой бог Инфернал Чуть-чуть Чуть-чуть любви Чуть-чуть I love heartstone Какой кошмар Слушай Нужно было в этот топдек сейчас еще жажду крови и просто сломать ему лицо с инволюцией и жажды крови Моя черная лапа Фроузен что-то сгорел Ну я его понимаю Интервьюз проигравший пожалуйста GG I love heartstone Ну это невероятно сильно причем Прикрати Это было очень сильно Эволюция получилась мега крутой для Павла Пытается сопротивляться у нас Фроузен Финрал Зачистка Зачистка Но тут 16 урона только со стола Просто Когти И GG ВП 3-0 в пользу Павла и он выходит в плей-офф Боже мой как же горит наверное сейчас Мы просто отстреливаем